Ну вот и все по Луганской области. Шойгу доложил Путину. Михаил Подляк из офиса Зеленского предположил, что могут быть удары по Киеву, чтобы посадить Киев за стол переговоров. Весьма символично немецкая суперкрутая гаубица была подбита немецким же боеприпасом на Донецко-Луганском фронте. И трагический символизм в Белгородской области при обстреле со стороны Украины погибли три украинца. Нолли Страсс, министр иностранных дел Великобритании, все так же выступает за концепцию до последнего украинца. Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины и не только 3 июля в 16.00. И начну, конечно же, я с новости о том, что министр обороны Российской Федерации доложил Владимиру Путину, что Луганская область все. То есть Луганская область полностью находится под контролем армии Российской Федерации и ЛНР. И были подняты флаги, соответствующие, над некоторыми очень символическими поселками. Эти видео можно посмотреть на моем телеграм-канале. Обязательно подписываемся, потому что я могу разместить там больше, в том числе высказать и некоторые мнения, которые не могу выложить здесь. В том числе сегодня и по Лисичанску была информация, также по другим поселкам Луганской области. Но еще интересные детали, собственно говоря, по Луганской области. Здесь сдались в плен вчера 38 бойцов ВСУ и других батальонов. Ну а также фактически под контроль Российской армии перешло большое количество бронетехники и других видов вооружения. В том числе западного, которое поставилось на территорию Украины. И конечно же не менее символическая новость пришла с Германии. Что известную германскую гаубицу подбили германским же вооружением, которое захватила Российская армия. И соответствующие обозреватели предполагают, что теперь уже эта техника досматривается, высокие технологии немецкие. А также все больше западного вооружения оказывается у Российской армии. Обозреватели задаются вопросом по этому поводу. Насколько это грозит всю безопасность уже непосредственно западных стран. Ну а также территория, которая контролируется властью Зеленского, все уменьшается. А количество вооружений, которое достается Российской армии, увеличивается. Особенное значение германские обозреватели уделяют новым технологиям, которые фактически попадут в руки Российской армии. И такое можно уже использовать в российских разработках. И вот на этом фоне, как вы помните, сегодня были обстрелы Белгородской области, попытки по Курской области, по Мелитополю были прилеты и по Донецку. И весьма трагический символизм Белгородской области, что три гражданина Украины, приехавшие с Харьковской области в Белгородскую область, погибли при ракетном обстреле. Интересно, что по этому поводу скажет администрация президента Зеленского. Ну а тем временем Подляк, Михаил Подляк, ну так, пардон, Подоляк, хотя Подляк ему как-то больше, наверное, подходит, заявил о том, что Россия, возможно, постарается атаковать Киев для того, чтобы посадить режим Зеленского за стол переговоров. Ну и тут возникают вопросы, зачем нужно было обстреливать Курскую и Белгородскую области? Вероятно, все-таки Киев хочет попросить системы ПВО и ПРО в надежде, что будет какая-то ответка. Ну а также отвлечь внимание от всех этих северодонецких, лисичанских и прочих котлов. Ну а также с Британией их дальше подначивать. Та же Листрас говорит о том, что нужно до победы, ну и фактически до последнего украинца концепция продолжается. На этом, друзья, пока все. Подписываемся на телеграм-канал, дальше будет.